После всего этого, после потопа, у нас вот такая вот ситуация, плесень. Здесь, конечно, как парилка в бане. Невозможно. У меня ребенок аллергик. После того, как нас затопили, вторую ночь мы спим только с ингалятором. Льет. Прямо как будто кран открыт. Диван, соответственно, был полностью тоже мокрый. Мы спать на нем не могли. Прежде чем феном я не просушила все, мы на него просто не могли лечь. Мы живем в состоянии готовности к тому, что у нас побежит что-то из, простите, унитаза. Тряпки и ведра в этой квартире всегда наготове. Ведь поток нечистот в любой момент может хлынуть с потолка и затопить соседей снизу. Что делать-то? Ну это просто вообще, я не знаю. В 4 часа утра у меня из унитаза полились отходы человеческие, понимаете? Шесть ведер. Я вытащила вот этим вот ковшичком. Когда бежала все по стенам, это все набиралось у нас в натяжной потолок. Здесь вот видно, до сих пор мы ничего не убрали. Вот она, вода у нас стоит. Нижнюю часть мебели я вообще вчера выкинула, потому что она полностью вся сдулась. Обои отошли, но приклеивать их обратно, похоже, нет смысла. Печали в этом доме на Селькоровской две. Причем обе – взаимоисключающие. Засорившиеся трубы, когда вода льет со всех щелей. И засуха, когда воду отключают коммунальщики, чтобы она не заливала все вокруг. Нам говорят, мы не будем вам по 500 раз ездить и прочищать это все. Мы боимся, что нас опять начнет топить и что мы будем сидеть без воды. Я плакала в 8 часов, а она говорит, извините, я вам сочувствую. Но ничем помочь не могу. У управляющей компании версия другая. Говорят, виной всему безответственность самих жильцов. Мол, прочистить засор не могли, потому что одна из квартир не предоставляла доступ к трубам. Безответственность жильцов и приводит такого рода авария, который в унитаз спускает то, чего нельзя делать. Что находили в унитазе? Тряпки, прокладки и тому подобное. Все это оказывается в канализации? Все это оказывается в канализации, вызывает засор. И страдают жители сами же. По данным ГЖИ, прочищают трубы коммунальщики в среднем раз в год. И в случаях бездействия советуют обращаться в надзорное ведомство. Но перед этим получить письменные ответы или отказы от своей управляющей, чтобы было проще привлечь их к ответственности. Мария Новикова, Светлана Папина. Главные новости Екатеринбурга. Мария Новикова, Светлана Папина.